Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советую это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Данали. Сегодня у нас будет видео-покупочка обновленного Пинта Биана третьего поколения. Так что, надеюсь, вы ждали данный видосик. Я ждала данной покупочки. Так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и... поехали! Недаром я в видео по обновлению сидела на Пинта Биане второго поколения. Именно на этом. У меня их всего два. Вот. Я решила, что первым обновлять буду вот эту красавицу, осеннюю нежность. И я куплю ее обновленную версию. Просто посмотрите на эту красотулю. У меня, как кто-то может знать, кто-то не знает, у меня скуплены абсолютно все арабы. Абсолютно все. Новогодние, неновогодние, все с фестивалей. У меня скуп... вот серьезно, у меня скуплена вся порода арабов. И мне этого мало. Я хочу еще пегового арабчика, то бишь Пинта Биана. Стоит он 950 старткоинцев. У меня, правда, скоро мышь повесится в кошелечке. Но это стоит того. Все ради того, чтобы обновить, во-первых, Пинта Биана. А во-вторых, все ради вас, дорогие мои друзья. Итак, характеристика. Сила 1, дисциплина 2. Скорость и выносливость по нулям. Гибкость 3. Лошадь очень подходит для Вестерна, потому что очень хорошая гибкость для того, чтобы огибать разные препятствия. Ну, а также резкие повороты. Вот такая вот красотка. Давайте посмотрим ее гриву. Значит, у нас есть обычная корешечка. Хвост, по-моему, чуть-чуть совсем меняется. Шишечки. Ну, кстати, шишечками очень красиво так. Вот такая короткая грива. Так, можно ты, пожалуйста, встанешь просто. И грива чуть подлиннее. Причем можно заметить, что... Я не знаю, это видно, нет? Да, вот тут у нее есть белая прядь, но она еле заметная, потому что смешана с остальной гривой. А вот на двух последних прическах данная прядь выделяется отдельно, и ее прям можно хорошенько увидеть и пощупать. Ну, я не буду менять и прическу. Оставляем все как есть. Красивую гриву, челочку и петушины. Вот такой... Да, вот петушины, такой хвостик. Так, как назвать тебя, я еще, если честно, не придумала. И я не против, чтобы ты была тоже кобылой, взрослой. Ну, а имя сейчас придумаем на русском языке. Так что секунда, и имя будет уже у вас на блюдечке. Не знаю почему, но я, видимо, решила назвать ее в честь месяца, в который сейчас я ее покупаю. Поэтому кобылка будет ходить с именем весенняя роса. Не знаю. Это, кстати, очень смешно, потому что я сейчас сижу на осенней, а у меня будет весеннее. Итак, 950. Покупаем. Да. Честно, вот вроде как разницы есть, и вроде как разницы нет, потому что, ну, когда-то, когда появились вот эти пентебианы второго поколения, я именно так и видела свою вот эту осеннюю нежность, а у меня теперь весенняя роса. И, кстати, на момент, когда была записана эта покупочка, сразу после записи об обновлении, мне сообщили, что вышла еще одна масть пентебиана, которую обещали добавить в приложение. Вот так вот выглядит данная масть. Она очень симпатичная, мне понравилась, но вряд ли я буду ее покупать. Все-таки мне больше вот нравится масть, на которую мы сейчас потратили наши старкуинцы. Морочиться я не буду, просто беру весь этот комплект, снимаю и иду надевать на... Так, уздечки. Ну, в принципе, так, все снимаем, сортируем наших лошадок. У меня тут две лошади вне доняков стоит. Вот они две, просто две сестры как будто, или даже как будто одна старшая, другая младшая. Ну, вот теперь весенняя роса. Здравствуй! Можно я тебя поглажу, да? Ой, Тимоди мой, какая ты носопыровка! Какая ты хоро... Я вроде как спокойна, потому что у меня уже есть араб, то есть моделька заезжая на дадыр. Везде и всюду я на арабах каталась. Так, да, колокольчики пока на них надевать нельзя. Так, а уздечка куда-то мне... А-да-да-да-да-дай в его уздечку, пожалуйста, лошадь, ты съ... Что? Лошадь, ты съела уздечку. Верни по... Во, наконец-то. Бывают такие глюки, когда надеваешь на лошадь амуницию, она у нее куда-то исчезает. Вот она, вот она весенняя роса! Какая красная... О-о-о-о! О, боже мой! Так, все, мы выходим, мы выходим. Это нужно посмотреть, это нужно пощупать поподробнее. Как я рада! Вы даже не представляете. Так, сейчас сутки меняем на утро. Вот такая... А-ха-ха-ха! Какая, какая красивая! Ну, не, ну, действительно, когда только-только добавили второго поколения пентабианы, я их так и воспринимала. А сейчас я купила уже третье поколение пентабианов. И, как бы, это еще лучше. Это еще лучше, у меня уже скулы болят улыбаться. Это очень красивые масти. Они красиво смотрятся именно на арабской модельке. Жалко, конечно, что все-таки разработчики решили не разделять данные породы. Они просто наложили масти на модельку. Вот я бы посмотрела, как реальных пентабианов с их настоящими отличиями от обычных арабов перенесли бы в Стар Стейбл. О, ну смотрится же очень-очень красиво! Я очень рада! Я очень рада, я очень счастлива, что весенняя роса теперь у меня есть в конюшне. Обновленная, с другим именем, правда. Буду ее прокачивать до 15 уровня. Не слезу, наверное, с нее, только если там на тренировки другие ходить надо. И как же ей идет зеленый цвет? Я прям не могу. Просто это не мечта, но это счастье, это праздник для меня, как для хозяева предыдущей версии данной породы. Ну-ка, давай мы с тобой походим. Ты какая девочка, ты моя хорошая! Так, а у тебя больше ничего же нет, да? У тебя из анимации только пробел. Это очень печально. Ну, если честно, я уже привыкла, что у тех же лепецанов там целая стопка разных анимаций, а у араба это только пробел с их шажочками на дыбах. Давай еще пошагаем. Так что вот такая вот покупочка. Очень быстрая, но очень счастливая. Я передаю привет всем, кто смог попасть в это видео. Но я очень-очень радуюсь. Я жду, наверное, еще пару денечков, когда я отойду окончательно от конного фестиваля, когда мы ежедневно выполняли одни и те же гонки, чтобы уже сесть на постоянку в седло на данную лошадь и начать ее прокачивать, заниматься, чтобы в будущем уже на ней появляться именно на 15 уровне вы прокачены. Так что на этом все. Спасибо, что были со мной, что посмотрели покупку. Пишите, ставьте лайки, пишите комментарии, какую масть купили вы, если покупали. Если еще не купили, какого пентабиана вы планируете покупать. Ну а мы с весенней росой будем готовиться к скорым активным тренировкам для повышения уровня. Ну а на этом все, и мы с вами прощаемся. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока! Удачи вам! Ну и до встречи в следующем видео. Ой, я не могу, какая она красивая! Субтитры подогнал «Симон»!